Допустим, или куштуе билет. Сколько стоит билет? Вот, может понадобиться вам. Или пенензы, деньги. Как? Пенензы. Пенензы, да. А вот смотри, проше, скручешь, есть че троха. Снимите еще. А вот смотрите, ребята. А вот смотрите, ребята. Подожди, аж. А вот смотрите, ребята, я нашел слово в разговорнике, как переводится могила. Групп. Интересно, сможет ли наша сборная выйти из группы? А смотри. Джеба гола. Нужен гол. Джеба гола? Джеба гола. Не сденервоваться. Не расстраивайся. А смотри, Саша. Нервоваться. Не сденервоваться. Юдга винны. Че? Нет, нет, нет. Позиция? Юдга винны, это означает, судья виноват. Виноват именно. Судья виноват, а не так, что на стадионе орут, че попал. Или вот панку. Панк пациент. Не бенден сикач ин фонтанье. А вот смотрите, ребята, как переводится. Господин полицейский, больше я не буду это делать в фонтан. А вот смотри, ребята. Панк пациент. Два билеты другий классы в вагоне для паленцых. Это два билета в жестком вагоне для курящих. Слухайте. А чему вы разговариваете только польскую мову? Потому что открытие будет в Варшаве, а финал будет в Киеве. Давайте будем выучать украинскую мову. А пока Саши снится сон, что наша сборная попала в финал, забачьте рекламу на Першем канале. Будет ласково. Значит, друзья, давайте серьезно перейдем к серьезному и важному анализу того, что происходит. Практически все газеты за нашим столом сегодня... Об этом. Об этом. Про футбол. Вот смотрите, у меня есть, например, газета «Труд», в которой написано вот что. В тренерский штаб сборной войдут специалисты по физподготовке, и среди них Раймонд Верхеен. Из Нидерландов. Из Нидерландов. Верхеен. Верхеен, наверное, да. Верхеен. Верхеен. Верхеен не могут, Низеен не хотят, знаментально. Голландская. Революционная пословица. Это просто кадр из голландского фильма. Верхеен не могут, а Низеен не хотят. Это уже продолжение. Это называется тупик. Значит, из-за занятости в сборной Армении... Есть такая сборная, и там есть занятость. Есть такая занятость. Спокойно. Верхеен будет консультировать россиян по телефону. Работаем. Подожди. Он занимается физподготовкой. Он работает тренер по физподготовке сборной России. Так совпало, что у человека есть еще какая-то занятость в Армении. Представляешь себе? И, соответственно, он будет находиться в Армении, а консультировать по телефону. Или на момент евро. Помнишь, как тот специалист по валюте, про которого Гарик рассказывал? Ну, давай, давай, вот как будто ты... Ну, давай, как будто я Верховен. Нет, как будто бы ты... Я Верховен, а ты мне звонишь. Нет, если ты Верховен, то я Шерон Стоун. А если ты Верховен, то тогда я тебе звоню. Вот я игрок сборной России. Ты Анюков. Я Анюков. Я Анюков. Давай, дай мне шанс. Я Игнашевич. Ты Анюков. Значит, я звоню. Алло. Смотри на меня, у нас не видеосвязь. Это же Армения. Там же город. В Армении есть 3G и показывает видео на телефон. Вы, за прочим, он же тренер по физической подготовке. Он тренирует сборной России. Давай, звони уже. Все, я уже все. Я уже подошел к телефону, да. Алло. Алло, это Верховен, алло. Да, называй меня как хочешь. Алло. Алло, Верховен, алло. Раймонд, я хочу потренироваться. Это я, Игнашевич. Давай потренируемся. Я в специальном, спортивном, оттягивающем костюме. Я люблю... Как ты хочешь потренироваться? Я бы хотел, ну, я не знаю, начать с ног. Я в молодежском Адидасе. Я бы хотел начать с ног, Раймонд. С ног. Давай начнем с ног. Подожди, Раймонд, подожди. На секунду, тут Аршавин подошел. Можно мы втроем потренируемся? Мы хотим вдвоем, который... Втроем это дороже. Так, все. Хотя это многоканальный телефон. И в этот момент летит машина, как стрела. И ты говоришь, все, танцы. Шашлык. Аршавин, чип, ты приедешь? Не, ну это на самом деле. Спокойно. 75 рублей в минуту, кстати. Между матчами сборная, речь идет о сборной России, посетит турецкие бани и салон красоты. Это уникальное предложение. Обычно тренировки. И тут решили пойти в разрез. Зачем тренироваться, когда есть бани и салоны красоты? У нашей сборной определенный райдер. А что делать? Подожди, ну как? Я знаю, для чего это. Смотри, вот братьев Березуцких, одного из братьев Березуцких не взяли в сборную. И теперь Игнашевич пойдет в салон красоты, загримируется под второго брата Березуцкого, потому что первый отказывается без того играть. Это что ж за баня-то такая, когда всех пододвинут? Не баня, я имею в виду салон красоты, это ты в бане гримируешься. А люди гримируются в салон красоты. Когда в Сан-Дуны заходит Ваня Ургант, а выходит Коля Басков. Когда? Иногда. Это когда, кстати. Что за баня, да. Значит, что за баня. Друзья, а действительно, салон красоты. Что еще? Турецкие бани, это очень важно. Зачем потеть на поле, когда можно спокойно пропотеть в бане, хорошо? А потом? И абсолютно сухими играть. Чтобы мяч, как говорится, не скользил. Чтобы не сухой. Чтобы, как говорится, мяч не скользил, потому что раньше-то все привыкли к сборной России, выходят и эти... Сухую делать. Сухую, как говорится. Вопрос, выиграть или проиграть. Ну, наши творуют всех. А потом еще и футбол сыграют. Значит, тем... Сереж, у меня... Сереж, и я сейчас обращаюсь не к тебе, а к Сергею Фурсенко. Вот какая интересная история. Интервью с Сергеем Фурсенко. Почему вы приехали в Швейцарию с командой? Задает вопрос корреспондент. Так. Вот, потому что он прилетел вместе с командой в Женеву. И что ответил? Всегда езжу с командой, отвечает Сергей Фурсенко. Да, ладно. Чем смогу, тем помогу. А чем? И достал, достал вареные яички. Чем Фурсенко может помочь команде. Я знаете, почему всегда есть в сборной? И вот всегда с собой приглашают и с собой берут. Потому что мяч, которым наши тренируются, сборная, он его. Друзья, давайте просто поймем. Смотрите, чем смогу, тем помогу. Ребята приехали в Швейцарию. А, в Швейцарию. И, конечно, должен Сергей Фурсенко объяснить ребятам. Где поменять евро на швейцарской франции? Как минимум, где поменять евро? Какие часы лучше брать? Какие часы можно? Где ножи можно нормально достать? Как лучше все это провести? Да, что если в сыре дырки, это не испорченный сыр. Где сигары купить? Там же производится все. Швейцарские сигары? Да, знаменитые швейцарские сигары. Нет, подожди. Слушайте, в конце концов, человек просто разбирается. Швейцария, это же родина шоколада. А, конечно, он поможет здесь, если человек живет в шоколаде. Почему ему не... Как говорится, знаменитая фондю. Ведь... Фондю. Фондю. Ну, в случае с Фурсенко, фундю. Ну, так, так и что? Ну, что, что? Вот так я объяснил, почему он приехал. Хотя мог и не объяснять. Ну, а конкретно все-таки что-то он в интервью говорит, чем поможет. Смотри, что он в интервью сказал. Какая необходимость вашей помощи уже возникала у сборной? Настаивает корреспондент. В каких... Ну, как он пишет? В каких-то вещах, отвечает Сергей Фурсенко, могу быть полезен? В каких-то вещах вещь не указаны? Например, например, например... Список вещей есть? Да, подожди, например. Сереж, там все есть написано. Есть примеры. С вылетом сборной в Цюрих в день матча с Италией были сложности. Во-первых, Италия не знала, что... И теперь вопрос... Отвечает Сергей Фурсенко. Вроде как решен. Вроде как... Вроде как. И в этот момент... Я подошел к самолету, сказали, ну, наверное, возьмем. Вроде как решено, что-то. Это семейный девиз Фурсенко, Гарик. Семейный герб Фурсенко. Там большой смайлик. Фурсенко в переводе с латыни означает вроде как. Фурсус енкус, вроде как. Я латынь-то знаю. И герб семьи Фурсенко, там большой смайлик, написано вроде как. А с другой стороны переворачиваешь, потому что это двусторонний герб. Да, написано как вроде. Кстати, у Андрея Фурсенко, бывшего министра образования, это же ответ на вопрос, как вы сдали ЕГЭ по математике. Вроде как сдал. Вроде как сдал. Оценка такая. Там пока не ясно, я как бы не ходил. Есть три градации. Вроде как почти что и наверняка нет. Так, следующую новость меняю. Йозеф Блаттер выступил против серии пенальти. Я хочу два слова сказать про Йозефа Блаттера, потому что нас смотрят и не только болельщики. Нас смотрят День Йозефа. Йозеф Блаттер это президент УЕФА и ФИФА. А, ФИФА. Президент ФИФА. Президент УЕФА Мишель Платини. Все? Да. Хорошо. Давай. Блаттер попросил легендарного немецкого футболиста Франца Бекенбауэра разработать альтернативный вариант определения победителя в решающих матчах. Он выступил против серии пенальти. А как, друзья, определить, кто победит? Дротики. Если ничья, как определить? Если ничья. А я предлагаю играть, пока на поле не останется один человек. И кто последний ходит. Последний, кто упал. Последний, кто упал. Ну, как Сашка, диплом получал. Диплом почему? Да, диплом почему? Знаменитый краснозерепщик из Дрездена твой диплом. Когда? Ладно. А может, такое? Да ладно рассказывать. Продолжаем. Да у нас эфира, вот, давай. Слушай, а может, смс-голосование сделать? В конце? Да. Ну, вот все, ничья. Никаких больше пенальти. Все, пусть капитаны бухают. Все голосуют. А может, просто, если не выявили победителя, драка. Ну, на Северном Кавказе песня года так проходит. Что? Не, ну, а какие, если не будет пенальти, сколько? Голосование, Гарик. Козрачные урны. Голосование, СРМС. Как на Европе. Наблюдатели. Вот у Вани интересная идея. Есть два по 45, это понятно. Так, два по 45. Потом дополнительные, два по 15. Нет, нет, два по 45. Потом два по 150, теперь принято поменять. И закрыли тему. Друзья, у меня есть новость. Пациентов Александровской больницы в Киеве. Почему? Ну что, официальное лицо этой больницы? Официальная язва. Там не вот эта фотография, Лев. Официальная язва этой больницы. Саша не... Хочешь выглядеть так же в 103 года? Нет, нет, Саша не лицо Александровской больницы, он лицо ЦКБ. Потому что там губки совпадают. ЦКБ. Ну, 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 что? ЦКБ. Саша, да. Саша официальное лицо и Колумбария в Борисболе. Там много всего. Давайте. Так, так, так. Пациент Александровской больницы в Киеве, которая избрана основной для обслуживания иностранных болельщиков Евро-2012. То есть болельщик, все, лечить. Нет, нет, просто, ну, нужна, мало ли, больница. Всякие случаи, да. Трампункт нужен. Я так вчера болел, хочу пойти капельницу сделать. Ну, мало ли. Давай, новость дочитаем. Моя схема, да. Как говорится, прокапаться после праздника. Значит, 7 июня всех пациентов выпишут из стационара. До 7 июня должны выздороветь все, кто сейчас слаб. Приводят слова главного врача больницы Романа Василишина. И как радуются больные в этот момент, когда... Больной, вставайте, вам пора домой. Двойную дозу фурацелина. Эй, кома! Доктор говорит, он в коме. Доктор говорит, он в коме. Али домой. Итак, он в коме, он вас не слышит. Он говорит, пригласите Лора. Не слышит, да, тогда пригласите Лора и отвезите его на амбулаторное лечение. Слушай, да просто сейчас надо все сократить. Знаешь, как кисель мы дают в больницах? Стакан фурацелина утром раз, засосал. Увеличить все, дозы увеличить. Дозы увеличить. Да. И вообще... Шприц большой. Литровый. Таблетка гигантская, да. Правильно. Человека массаж простаты назначили. Каждый день должен был ходить, а ему 40 сеансов за один день сделали. Быстро! А он вышел вообще других человек. Подожди, а он и Гарик, а он вышел... Вышел с румянцем, бегом за цветами. Но с нарушенной психикой. Но он на здоровье. Я предлагаю так, чтобы пожелать того, чтобы к началу чемпионата Европы действительно все выздоровели. Потому что спорт это здоровье. И пускай туда тоже никто не попадает. Да, и туда не попадает. А сделайте из Александровской больницы офис. Как давно планировали? Власти. Власти. А сейчас, друзья, у нас гость. Кто же? Вы, ребята, не поверите, кто сегодня у нас в гостях. Замечательный кинорежиссер Андрей Смирнов. Встречайте. Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Приглашаем вас. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Добрый вечер. Ты представил, что при том, как кинорежиссер, а еще ведь и актер. То есть фильм Елена... Да, и как актер, и как человек, который разбирается в футболе, вы нам очень интересны. Я вам очень благодарен за приглашение. Мне очень нравится ваша передача. Правда, я как человек своего возраста не понимаю половины того, что вы говорите. Вы знаете, у нас в программе есть люди вашего возраста, и у них та же самая ситуация. Андрей Сергеевич, вы являетесь ли футбольным болельщиком? Безусловно. Вы смотрите футбол? Безусловно. Вы, конечно, будете смотреть чемпионат Европы сейчас. Я бы, знаете, я уже давно, часто говоря, не смотрю ничего, кроме футбола по телевизору. Все остальное приводит меня в нервное состояние. А вот матч с Литвой прям успокоил, да? Прямо как-то, знаете, гистки. Россия и Литва будут просто в аптеках продаваться, как снотворные. Посмотрел 15 минут перед сном, и все. Это же единственный матч, где не было перерыва. Потому что зачем перерыв людям, которые не устали? А еще у Андреевича день рождения был в Варшаве. Да, это да. Давайте поздравим. С опозданием на лучшее пазы, чем никогда. Думаю, чего они с рюмками бегают? Мы на самом деле про что говорим? Вот эти три матча, которые в своей подгруппе сейчас будут, первые три матча. Ну, мы надеемся, первые, и они дальше будут. Это, конечно, от этого зависит все. Будет ли продолжение. Поэтому мы представили себе, можно ли было бы сделать... Можно ли было бы набросать какой-то киносценарий этих матчей? Трехсерийного такого фильма. И вас, как режиссера, как актера, привлечь к этому обсуждению. Понимаете? Это все-таки драма. Что бы это могло быть? Задача непростая. Но идем по известным схемам. Скажем так, драматургическую схему фильма «Титаник» сразу отвергаем. Вы имеете в виду, что... А как может отвергать человека обниматься с Ди Каприо? Нет, нет. Во-первых, во-вторых, Ди Каприо не может сыграть Игнашевич. Я объясню, почему схему «Титаник» мы отвергаем. Когда 22 руки вот так вот из кареты. Нет, ну, Сереж, это же наша сборная. Сережа, это же наша сборная. 23. Да, 23. Еще массажист. Еще массажист. Одно-дно-дно-дно-дно-дно. Значит, послушайте, Андрей Сергеевич правильно сказал, по поводу фильма «Титаник». Действительно, в какой-то степени можно было бы провести какой-то параллель, потому что, когда нечто очень большое, во что вкладывается долгие многие деньги, идет быстро к одному. Не хотелось бы. Ну, еще какая-то там комедия положений, там «Золотая лихорадка», например, Чаплинская. Чаплинская. Все-таки и конец хороший, и довольно смешно. И «Золотая лихорадка» все-таки золото. Все-таки золото. И походка у ребят похожа. Да. На поле, в атаке, в атаке. И часто многие футболисты из других команд еле сдерживают тебя от смеха, когда выбегает наша сборная. А может быть, 11... А если это экшен, драма с... Хотя нет, Чаплинский не может быть фильм. Потому что, когда человек с такими усами приходит в Польшу... Так, все, давай, Саша. 11... Если 11 друзей, не знаю, кого... Адвоката. Ну, да. Аршаволшина. Аршаволшина? 11 друзей Аршаволшина. Достать любой ценой серебро... Достать любой ценой серебро... Ой. Золото! Золото. Это твои все мысли. Достать любой ценой серебро – это Саша у стоматолога. А вот... Ну, вот еще была известная пьеса Леонид Азорина «Варшавская мелодия». Но она грустная, слишком... Аршавская мелодия. Аршавская. Аршавская мелодия. Или, поскольку все-таки Польша, Варшава, мелодия может звучать как свисток. А у нас еще чехи в подгруппе. Может быть, договориться с ними как... Участниками Варшавского договора. Сделать Варшавский договор? Мы верим в сборную. Да. Поэтому тут должна быть комедия. Я предлагаю в качестве параллели, значит, вот, бесславные ублюдки не годятся. Хотя, конечно, соблазн велик, понимаете? А гораздо лучше бешеные псы. Бешеные псы. Наши разорвали всех, как бешеные псы. Жалко, матч не начался. Жалко, мистер Оранж не приехал. Мистер Оранж. Который в Армении работает. И неуладимый мститель Гаян. Чтобы их нельзя было поймать. Ну да. Когда они в шансе, в 11 человек уходят в мяч. Ты имеешь в виду, вот это как бы финал, да? Да. И когда голландский тренер, дико адвокат, кричит, где гол? Где гол? И здесь, здесь. И Аршавин заходит с голом. Я не знаю, как это выглядит на экране, но вы, режиссер, вы решайте. Я подумаю. Я бы предложил еще всем участникам сборной выучить, есть известные стихи графа Алексея Костановича Толстого, который называется «Желание быть испанцем». Поскольку испанцы чемпионы Европы и мира, который начинается, насколько я помню, дайте мне мантелью, дайте мне гитару, дайте ингелью, Кастаньета в пар. Это, я считаю, что если процесс обучения этих стихов и заучиваний, может полностью... Всяти глаза вратаря чешской сборной, которому Аршавин эти стихи прочитал, тут же на поле в лоб. Петр Учех и ударил. Мне кажется, наша сборная скорее склонна к тому, чтобы с ними был снят фильм «Мальчишник в Аршаве». Ну, что-то вот такого. Когда они привезли золото, но не помнят как. Да, да. Давайте две секунды скажем, что на нашу сборную есть вещи, которые... Есть надежда. Надежда, Саша, есть всегда. Во-вторых, я могу сказать, что есть позиции, по которым наша сборная уже впереди всего чемпионата. Россия везет на Евро-2012 самую возрастную команду. Смотрите, Евровидение, Буранские бабушки, здесь в футболе дедушки. Мы слишком много стали полагаться на стариков. Нельзя делать ставку на стариков. Ты можешь сказать, старикам здесь не место? Не-не, сиди. Понимаете? Ну, как-то, как-то. Мой сын меня предупреждал, говорит. Ты туда пойдешь к этим ребятам, а тебя старого дурака обсмеют. То же самое говорят самому возрастному игроку сборной России. Его 33-летний сын. Говорит, ты пойдешь туда, тебя старого дурака обсмеют. Папа в Польшу не едь, да. Папа не езжает и в Польшу. Слушайте, я предлагаю, чтобы быть справедливыми и честными до конца, сказать вот о чем. Что мы верим в наших ребят и ждем победы. Ждем победы. Никаких компромиссов, никаких вторых мест. Никаких вторых мест. Это что-то во мне заговорилось. Дарик, подожди секунду. Я хотел Андрея Сергеевичу... Андрей Сергеевич, вы помните вот тот матч, когда сборная России на прошлом чемпионате Европы выиграла... У сборной Голландии в четверть сценарий. Вот это наш сценарий. Вот это наш сценарий. Вы помните, я живу на Пушкинской площади, часов до четырех невозможно было заснуть, потому что весь город... Уже после гола Торбинского там было полно. Как только Аршавин забил последний, вся площадь, весь бульвар... Вся Москва, вся Россия. Там уже машин не было, уже на Байдарках по пиву люди. По Тверской гребли. Вот давайте держаться этому. Давай. Слушайте, я просто... Какой кайф был, когда наши просто уничтожили голландцев. В всей стране я хочу напомнить, вы вспомните себя, когда вы смотрели вот тот самый матч, и вспомните те чувства, которые вас в этот момент пустили. Вдруг мы все поняли, что мы одно большое, счастливое и радующееся за собственные успехи государства. Национальная идея. Показалось, что так может быть всегда. По поводу национальной идеи, Сережа, забыли, что разные национальности. И мы стали обниматься люди, которые и не могли раньше этого сделать. Да у меня восемь гастарбайтеров ночевали в этот день. Да ты-то нормально, Ваня, с официантом из ливанской кухни возле и тортас ночевали. Что было, Сережа? А я вспомни, Гарик, ты помнишь, что было? Ты где был в этот момент? Я в этот момент был в Венеции. Гарик был в Венеции, у тебя на родине. Ну, есть у тебя сервис по перекраске гондол. Ну и что? Значит, я! По переплавке гондол. Они там разбираются. Они там поцарапанные гондолы. В Дагестан гонят. Воруют гондол. А теперь, внимание, правильный ответ. Андрей Сергеевич, представляете, я был в Венеции со своим другом Геворгом и со своей женой. Мы попали в клуб, где все смотрели футбол. Подавляющее большинство, то есть все, кроме нас троих, были голландцы в оранжевой форме. Болели за Голландию весь первый тайм. А мы кричали «Россия! Россия!» После этого... В своих оранжевых пиджаках «Этро». Нет, мы были не в оранжевых пиджаках и не в «Этро». Мы были в обычных маечках. В обычных Гучи. Давай. В М-очках, да. Мы с Георгом. Мы с Георгом. 3500 голландцев. Что за клуб-то такой? Что ты туда с женой-то пошел? 500 голландцев, ты с Георгом. Серьезно рассказать. И одна единственная Жанна, которая смотрит... Давай. Мы с Георгом выходим на улицу, и все голландцы выходят на улицу. Мы стоим вот после первого тайма, и один... Мы зашли, они зашли. А все эти 500 голландцев, их реально было 500 человек, они с очень удивленными лицами смотрели весь первый тайм, чего эти трое болеют за Россию. И один подходит к нам и говорит, извините, пожалуйста, а почему вы болеете за сборную России по футболу? И очень внимательно разглядывает, пытаясь уловить славянские черты. И в Георгии. И в Георгии. А Георг, я вам скажу, он как бы лицо Киевской Руси. Да. Мы говорим, мы болеем... Многие святые на иконах напоминают Георгия. Я сказал, я из Армении, поэтому я болею за сборную России, чем вверх в еще больший ступор голландцев. А что сказал Георг? А Георг сказал, а я из Альмиры, которая рядом с Амстердамом. У него действительно там квартира. Он живет в Голландии. После чего голландец удивился, откуда же он сам тогда, если этот из Голландии. После чего наши забили третий гол, 3-1, и матч еще осталось несколько минут. И Георг оплатил счет и говорит, быстро уходим, пока голландцы сидят, чтобы уйти с лицами Рокоссовского. Я вспоминаю, что было в тот момент. У меня только родилась дочка, и мы сидели на даче. И я вообще очень нередко смотрю футбол. И тут была какая-то невероятная истерика. И я помню одна мысль в голове. Позвонить Сережке Светлакову и узнать, как Сережка... Смотрит ли он матч. И когда я позвонил Сереже, я услышал, это был не голос человека. Лось в период временности. Понимаете, это вот, знаешь, когда лось на бешеной скорости сталкивается с зубробизоном. И в результате столкновения... Рождается звук. Рождается звук. А, вот ты это? Да. Марк Тишман увидел Эросаром Азотти. Когда Ваня мне звонил, я уже стоял на фоне горячего рояля. И жонглировал жирафами. А заобрази звук как-то, ты не помнишь? Гол, как ты кричал гол? Потому что невозможно кричать, когда... Ну ладно, тут вопрос... А мы тоже были в Италии в этом же день. Проспорка в люля стоит уже во рту. В другом городе и только поселились. И ты говоришь... А, вы на поселение когда-то? Когда Саша на химию в Италию поехал, ну... Гофрирование вот это? Нет, нет, нет. Я хочу быть словом на руси фейлера. На химию я имею в виду другое, Гарь. Мы только в гостинице заселились. Вы только родили Нину, а мы собирались это сделать. А вы отмечали это в Италии. Да, мы только собирались это сделать. И поселились, и все. Ну и я стоя смотрел Мать, потому что я не мог уже сидеть. Я просто стоял вот так возле телевизора. Потому что только так было видно экран. После того, как мы выиграли, ну все, успокоилось. И через минуту раздался стук, поднялся консьерж и сказал, я пришел вам поклониться. Это была потрясающая. Он просто говорит, все, я больше вас не беспокоюсь. Я пришел поклониться. Это не связано было с футболом. Россия великая страна. Вот видите, и вот мы все... Подождите, Гарик, я хочу обратиться сейчас в сборную России и вообще ко всем россиянам. Сколько эмоций может признать красивая победа. Сколько эмоций. Ну вообще, да наплевать на красивую. Саша, веришь, я хочу, чтобы они... Ребята, не думайте о том, чтобы выиграть красиво. Грязно. Выигрывайте как хотите. Выигрывать нам наплевать. Красиво это будет. Забивайте сапсайда. Чем вы забьете гол? Нас не волнует это совершенно. Думайте о том. В пустые ворота? Бейте в пустые ворота. Не волнуйтесь. Если вам отдали очень простой пас, и вы видите перед собой, вратаря нету, бейте в ворота. Не думайте о том, чтобы сыграть через себя и попасть в мячо. Перекладывайте. Не думайте об этом ни в коем случае. Выиграйте. И достать нам эту радость и удовольствие. Прецединируйтесь. Мы верим, верим, верим. Верим. Друзья, ну раз мы убежден все, соберемся у телеэкранов для того, чтобы посмотреть вот эти три матча. Самых важных, первых отборочных. Смотри, Гарик, сегодня 3 июня. Прошло уже 3 дня лета. Как все символично. Великолепных кризис. Смотри. 3 дня, 3 матча Россия проведет, сборная России проведет на... 3 счастливых для России. В групповом этапе, да? Число 3. Сережка правильно сказал. 3 счастливых дня. Ты можешь сыграть песню Аллы Пугачевой «3 счастливых дня» на гитаре или на рояле? Я могу это сделать одновременно и потом на другом, но сегодня я сделаю это на рояле. Просто чтобы не показывать сразу все, на что я могу. Может быть, эта песня не совсем футбольная, но мы дарим всем, кто наслаждается летом эту песню. И нашим игрокам, чтобы они зарядились! Спасибо.